Здравствуйте, друзья! У нас сегодня в студии гости из Украины. Город Энергодар. Там у них ядерная какая-нибудь? Что там у вас? Атомная. Атомная электростанция, друзья. Производит электроэнергию? А облучает там народ местный? Надеюсь, нет. Ну, то есть, как бы, никто не знает? Ну, да. Ну, хорошо. Ладно. В общем, приехала из Энергодара. Когда приехала в США? Четыре с половиной года назад. Ну, то есть, уже будь здоров, приехала. А вы там успели закончить какое-нибудь образование получить? Да, по экономисту. Какой-нибудь специфический экономист? Экономика предприятия. А поработать довелось? Что-нибудь делали? Не особо. Я сюда сразу приехала. А приехали учиться? Приехала по студенческой визе, по work and travel. Я понял. То есть, подождите, как по студенческой? То есть, вы закончили и вам дали возможность приехать по work and travel? Да. Потому что обычно они стараются, чтобы выпускной курс не брать. Угу. Ну, получилось так. Повезло. Так, ну, хорошо. По work and travel вы поехали куда? А я приехала в Висконсин. Ага. Вот. И работала лайфгардом. В бассейне, что ли? Да, в бассейне. Подождите, а кого вы там должны были спасать? Маленьких каких-то или мужиков больших тоже? А, по-разному. И маленьких, и больших. Ну, удалось спасти кого-нибудь? Да. Спасла. Первый был большой человек. И как же вы его спасли? Ну, вот так. Он начал тонуть. Я ему бросила тюб, и он его схватил. Я его вытянула. Ну, то есть, не то, чтобы его на себе вытаскивали там? Нет. Но мне потом сказали, что лучше бы, если бы я прыгнула и вытащила его. Ему было бы спокойнее. Мужику? Да. Но мне, наверное, нет. Так нет. Так может, вам и вас бы еще и потопил с собой. Да. Нет. Так нельзя. Так нельзя. Но вы его поругали потом? Или вы его... Как вообще было? Ты что же ты, мужик, там тонешь? В бассейне тонет. Как в туалете утонуть. Как там утонуть-то? Ну, вот как-то он, наверное, перепугался и подумал, что глубоко, сильно, но на самом деле не сильно глубоко в бассейнах. Со страху. Да. Просто. Вот здесь есть люди, друзья. Они вот, знаете, такой бум-бум-бум-бум-бум. Вот они черти что творят. А теперь гардов вот с Украины привозят, а они их спасают. Да. Значит, хорошо. А до этого вы не приезжали по Оркан Тревел? Только один раз? Да. Не приезжала. Не приезжала. Вот как приехала, так и... Приехали вы один раз после окончания университета. И что потом? Приехала, поработала, закончила свой контракт. Да. Там 4 месяца. Да. И потом переехала... Я потом поехала в Сетли чуть-чуть побыла. Погуляла? Да. Потом поехала в Нью-Йорк, потому что у меня там знакомые были. Вот. И так в Нью-Йорке осталась. Ну, и теперь здесь. Сюда приехала, в Калифорнию. Учиться. Люди, которые нас смотрят, они скажут, а как именно осталось, спросит Даня? Вот в Нью-Йорке встретила судьбу свою... Нерусскоязычную. Нерусскоязычную. А в бассейне? Вы, может быть, в каком-то купальном костюме ходили, да? Нет, там нельзя. Там надо, чтобы форма была не отвлекающая людей. А то лишний человек утонет. Да. Итак, я понял. То есть там никто не предлагал руку и сердце в бассейне. Нет. Вискансен. Хорошо. А в Нью-Йорке, значит... А вы куда-то специально ходили? В какие-нибудь клубы? Как вы еще познакомились-то? Тут девочки тоже многие интересуют. Онлайн познакомилась через... Просто общение через... Ну, как бы на сайте знакомств. А, все-таки это был не вообще сайт, а сайт знакомств. Ну, да. Так, а вы были совсем же маленькая, там, да? Что-то там лет 20, там, с копеечкой маленькой. Ну, да. Ну, как бы я здесь уже сама, как бы, живу, и я не думаю, что я прям такая маленькая. А жениху сколько было? Ой, сколько было на то время? Да. Тридцать... Тридцать... Тридцать один где-то. То есть он пошел специально на веб-сайт найти молоденькую девочку? Ну, наверное, да. Так. Ну, хорошо. Ладно. Вышли вы замуж. И... В Нью-Йорке жили или где жили? Да. Жила в Нью-Йорке. Работала... Работала сначала в ресторане, в продажах. В продажах чего? Ну, как бы, в ресторане больше. Ну, в продажах я просто там на телефоне помогала... Хорошо. В ресторане что делали? В ресторане официанткой была и... Как? Помогала оформлять заказы на продукцию, чтобы привозили там новые каждую неделю. То есть на телефоне тоже как бы... Понял. Так с точки зрения вот заработков. Человек, который официантка. Да. А это какой? Семейный ресторан? Это ночной клуб или что это? Нет. Это семейный ресторан. У них несколько даже ресторанов. Я понял. Друзья, в семейном столько чаевых не получишь. Как, скажем, в ночном каком-нибудь там баре, где тебя... Может, и ущипнут, но в то же время чаевых больше. Да. Значит, вы в семейном ресторане, но там не щипались? Нет. Короче, все прилично. Ну, и сколько за это дают, когда не щипаются, сколько платят? Ну, зависит, сколько работаешь там. Ну, у меня в первый год я там где-то около... Ну, не около, 40 тысяч где-то в год можно заработать. Это прямо вот уже после всего или 40 тысяч минус налоги? А, минус налоги. То есть это до налогов 40 тысяч? Да. Ну, как бы еще есть чаевые как... Ну, да, да. А муж вот ваш, он чем занимается? Муж у меня работает в стартапе. То есть технологически такой? Да, очень технологически. А он вам не говорил? Да чего ж ты в этот ресторан? Давай что-нибудь там, иди там в космические исследования. Говорил. Мне вообще говорит, тебе не в ресторанах, надо где-то повыше. Так, подойдите. Значит, это было в Нью-Йорке. Да. Сейчас вот муж ваш где? Вы к нам приехали сюда из Нью-Йорка или вы уже тут живете? Вот мы сейчас в процессе установления, где мы будем жить. Но муж у меня как бы, у него есть возможность летать сюда в Калифорнию каждые 2-3 недели. Окей. И он может здесь работать и в Нью-Йорке работать. Стартапер такой. Хорошо, хорошо. То есть вы приехали к нам из Нью-Йорка? Да. У вас квартира там, а не здесь? Да. Хорошо. Теперь, а вот вы бы вот уже тут пожив тут скоро месяца 3, да? Вот вы бы, если бы был выбор, вы бы сказали, поеду я лучше в Нью-Йорк или останусь к я лучше тут? Вот как бы вы поступили? Нам, друзья, чайку принесли. Спасибо. Да. Куда бы вы лучше? Спасибо. Я бы, наверное, хотела здесь остаться. Так. Потому что здесь замечательная погода. Теплее. Да. Друзьями тут обзавелись за 3 месяца, за 2? Я вот дружу со своими, кто мне задает жилье. Угу. Угу. Я живу с семейной парой, они очень такие доброжелательные люди и помогают мне, и рассказывают все. Но они не из школы, они сами по себе? Нет, они сами по себе. А в школе? В школе, да. Ну, как я вот общаюсь с ребятами, меня вот завтра зовут Гулятин. Угу. И куда? Да, какой-то барбекёни буду делать. На улице? Да. Не в пив-бар? Нет. Хорошо. Так, я пытаюсь, знаете что? Я пытаюсь понять с точки зрения вот иммиграционных разных путей, люди, которые думают об иммиграции, что такого из вашего опыта можно так вот взять. Потому что у вас как бы легкий такой путь получается. Ну, чисто внешне легкий, да? Приехала, замуж вышла, и все вопросы как бы решились. Ну, конечно, можно там тут немножко, там немножко, там на тестеры выучилась, но как бы прикрыто муж в стартапе, наверное, получает хорошо, да? Довольно. А что я? А фактически она решила себе там на косметику немножко подработать там тестером? Ну, как бы, есть же еще какие-то цели. Так, вот, давайте о целях. Цели, хочу начать карьеру и попозже, может, как-то семью создавать. В смысле, деточек? Ну, да. Ага. Мама ваша что говорит? Мама, нибудь, молоденькая-то совсем? Нет, у меня старший брат, ему 33, тоже так же, как мужу. Ага. Ну, хорошо. Значит, так мама что говорит? Растила, носила девочку. Кто на старости лет стакан воды подаст? Нет такого? Нет. У меня брат остался, там он помогает. Ну, пусть он подает. Так. Ну, так, что мама говорит? Она рада за вас? Да, очень рада. Светится же вся, она же светится. Наверное, мама тоже радуется. Да. А как муж вашего любит? Очень любит. Они общаются как-то? Ну, как, так, по камере махают друг другу, как бы. Ну, да, чем могут. Родители могут там чуть-чуть говорить по-английски совсем. Подождите, а вы ездили с ним в Украину? Нет. Окей. Ну, давайте маме привет, правда? Маме привет. Как зовут маму? Маму зовут Люба. Привет, мама. Маме люби привет. Хорошо, без отчества. Я говорю молодая. Любовь Арнольдом нацию. Окей. Я же как закрутил это. Хорошо. Так, ладно. А дедушку как звали? Арнольд. Чего? Ой, это интересный вопрос. Я не знаю. Да. Ладно. Значит, а мама смотрит наш канал? Смотрит. То есть, даже не знаю, что вы будете у нас на канале. Она просто смотрит. Вот. Она смотрела до того, как вы к нам приехали? Или, может, это она вам сказала, вот там есть поезжай? Как? Как получилось? Нет, она смотреть начала, наверное, около двух лет назад. Вот. То есть, задолго до того, как вы к нам собрались? Да. То есть, это мама вам... Как вы попали к нам? Мама сказала, что есть такая школа? Нет. Я смотрела сама. И потом маме начала говорить. И мама тоже начала смотреть. Как бы... И вот так смотрим. Мама смотрит еще другой канал. Флорида Ялта любила. В пользу. Он женский такой, да. И вот нравится очень. Она по Флориде прям, она говорит, Флорида замечательная. Хорошо. Да. Там классно. Есть места, правда, во Флориде, где всякие дряни много летает. Знаете, вот так вроде вышел в бэк-ярд, а на тяны летели. Как бы теплый климат, тропический. Знаете, там в тропиках всегда летает что-нибудь такое несимпатичное. Ну да. Вот у нас тоже тропики, но у нас такие сухие. Да. Вот. Ладно, в Нью-Йорке ничего не летает? И в Нью-Йорке тоже летает. В Нью-Йорке. Правда? Комары? Ну, комары, да. Летом много комаров. В городе? Да. Прилично, я бы даже сказала. Слушайте, вы вообще, я обалдеваю. В городе комары. Ну не так, чтобы прям там, наверное, какие-то тропики. Вам чайку принесли? Так, я не знаю, горячий, не горячий. Сейчас мы притащим. Ну, в общем, да, там тоже тепло. Нью-Йорк, в принципе, на широте. Киева примерно вот так. Находится довольно теплое место. Друзья, чайку выпьем. Чайку. Видите, как он? Такой пи-пи. Свой аппарат. У нас, да, у нас не без этого. Выпьем чайку. Ну, значит, так, возвращаемся к маме. А мама говорит там, типа, внуков давай. Конечно, обязательно. И мне, и брату говорить. Ну, брат-то постарше уже мог бы. Да, постарше 33. Внуки-то есть? Нет. Вот так растишь, друзья? Двух растишь. Двух, не одну. Внуков нет. Ну, успеете еще. Да. Хорошо. Ладно. Значит, с точки зрения обучения. Понятные вещи мы учим? Или думаю, что квадратные трехчлены говорят? Нет, абсолютно понятно. И объясняют хорошо, и материал доступный. А вот там, где кодировать нужно, там автоматизацию? Тоже понятно? Да. Джава какая-нибудь или что у вас было? Руби, Пайтон? У нас был Руби, я хожу еще на класс по Джаве. Вечером? Да. К Владимиру. Угу. Ну, у Владимира понятно? У Владимира надо подумать побольше. У него заниматься надо? Да, у него надо прям. Ну, хорошо. А вот ребята занимаются в основном? Или все больше там по пляжам, по пив-барам? Нет, занимаются. У нас хорошо группа занимается, отвечают. Правда, я думаю, наверное, многие так же, как и я стесняются. Но я думаю, что учат. А чего вы стесняетесь-то? Ну, как-то мы же такие прям все еще, как это, новые в этой сфере. И еще много чего не знаем и стараемся слушать. На уроке у меня Майя сидела, только что урок был. Я смотрю, ну, тихая такая. Ну, думаю, господи, наверное, из Белоруссии. Они там такие немногословные. Вот многие. Много немногословных. Вот. А тут, смотрю, нет, из Украины. Казалось бы. А где же этот образ украинской девушки? Ну... А вы готовить умеете борщ? Умеете вкусные делать? Да. Есть такое? Да. А что, галушки? Галушки, это... Вареники? А, вареники, да, тоже умею. Ну, делаете или только умеете? Вареники не так часто делаю. Что делаете? Борщ делаю? Муж любит борщ? Да. Да. Так. Ну, а что еще? А сало? Можете сало там? Нет. Сало... Я не люблю сало. Хорошо. Давайте об Америке теперь поговорим. Вот Америка как... Ну, такая страна... Вот вы приехали из какого-то места и приехали в другое совершенно место. Язык другой. Ну, был маленький городочек, стал большой. Да. Какие-то разноликие люди, не поймешь, со всего мира. Вот... Как это? Это шок? Это хороший шок или негативный шок? Или вообще... Что это такое вот? Бах, и в Америку. И кроме того, как вы с английским-то были первое время? Ну, начнем... Ну, с английским у меня было хорошо. Я в университете учила. И у нас как бы была такая довольно интенсивная программа по поводу английского. У нас было три разных вида английского. Поэтому я сюда приехала, и мне было как бы... В плане языка было нормально. Я понимала многие вещи. Ничего себе. Слушай, так в институтах учат, что уже можно жить потрясающе. Хорошо. Да. Значит... В плане... В плане вот культурного какого-то такого. Люди другие улыбаются, не улыбаются, чего-то такое шутят. Ну, вообще, вот как? Или чувствуешь какое-то отторжение? Или чувствуешь, мама родная, вот я всю жизнь вот этого ждала? Вот какое было ощущение? Вообще, ощущение было, когда только приехала, вот что... Вот как будто бы, ну, приехал в место, которым ты должен быть. И люди как бы были очень приветливые все. И улыбаются, помогают, рассказывают. Здесь люди очень любят говорить. Как бы... Можно говорить часами. Особенно вот с американцами, они такие очень открытые к общению. В плане культурного шока, наверное, у меня было больше культурный шок, когда я в Нью-Йорк переехала. Угу. Потому что там, как бы, очень много разного населения. Да. Вот. И... Пёстрое такое, да. И людей много тоже. Как бы, и было очень как-то такое всё быстрое, быстрый там жизни, и такие многие люди на стрессе, и... Москва, фактически, такая американская. А вот, ну, скажем, вот, допустим, в Нью-Йорке есть там, скажем, нехорошие районы, преступность высокая. Вам приходилось бывать в таких местах? Да, есть районы, есть в Бронксе. Ну, как бы, я там... Ну, Гарлем там, не знаю, что. Да. Ну, Бронкс и... Гарлем — это как один район. Угу. Гарлем — это как район Бронкса. Угу. Вот. Ну, я туда не особо появлялась. Я там один раз была, только мне надо было сдать, как кейс... Wi-Fi роутеры. Вот. Там мне показал GPS, что надо только там сдать, и мне пришлось туда ехать. Вот. Ну, и как бы... И мне там не понравилось. Ну, вас не обижали нигде. Вот вы не нарывались там на какую-то совсем гадость какую-то, вот, не знаю, там, обхамили, побили, я не знаю, там, отняли что-нибудь, там, деньги не вернули. Ну, что-то такое. Нет. Ну, как бы, если не... Если в каком-то вот таком плохом районе, то... Я как-то... Я старалась так быстро прийти, быстро уйти, чтобы меня не заметили, и все. А если там в Нью-Йорке, то... В целом. Угу. То, как бы... Нет. Я не думаю, что там прям как-то люди нарываются на тебя. Такой вопрос. Вот за те... Четыре года, да, вы сказали уже в Америке? Да. За четыре года в Америке вы видели людей, которым здесь... Ну, не сложилось у них, вот им плохо, или, может быть, даже они уехали. Ну, вот, люди, которым, ну, не пошло. Да. Что именно не идет? Вот какой должен быть типаж человека, чтобы ему было хорошо, а какому типажу, допустим, тут не идет? В чем разница между этими людьми? Или просто не повезло, или все-таки это в них заложено? Я думаю, что, наверное, это в человеке заложено. Так. И, как бы, у меня была подруга, которая уехала обратно в Украину. И она уехала не потому, что ей здесь не нравилось, или там какая-то была плохая атмосфера, просто она чувствовала, что ей в Украине... У нее в Украине семья, и, как бы, она там встретила человека. В Украине? Ну, да. Она, как бы... Ну, конечно. Через Америку вот они так общались. Но она была здесь легализованная, или она была с непонятной визой? Нет. Не легализованная. Ну, как бы, я думаю, из-за этого и... Ну, не легализованная, это все-таки другой случай. То есть, когда человек приехал, у него там нет разрешения на работу, и он там в нелегальном мире живет, и он уехал. Ну, так он уехал, он, на самом деле, не должен был задерживаться. Но из тех, кто просто уже в Америке живет, он, не знаю, грин-карт-лотерею выиграл там замуж. Ну, вот, уже люди, которые, казалось бы, могли бы жить так нормально, без каких-то экстримов. Нет. Все, все абсолютно мои друзья, знакомые все, кто здесь живут, как бы, уже, ну, давно все. Всем абсолютно все нравится, и все говорят, что если ты чего-то хочешь в этой стране, это вполне достигаемо. Если ты прилаживаешь усилия, если ты к чему-то стремишься, то всего можно добиться здесь, в отличие от наших стран, там, где не так это все просто дается. А вот с точки зрения, знаете, чего говорят? Говорят, что вот, тем более Нью-Йорк вот такими, что вот, если ты находишься где-то в Америке, в эмиграции, то лучше не связываться с русскоязычными бизнесами, вообще ни с чем таким вот оттуда. Вот есть такая мулька, говорит, что лучше не связываться. Вы как вот к этому? Как прокомментируете? Я позитивно на это реагирую, потому что, как бы, особенно человеку, который только сюда приехал, лучше попасть в общество там, где американцы или хотя бы иммигранты, но которые здесь уже как установили себя. Не русскоязычные. Да, чем оставаться в той же среде, откуда ты приехал, потому что не будет никакого вообще прогресса. Маечка, не с точки зрения среды, а вот с точки зрения того, что как-то тебя там обидят, вот, не заплатят, не доплатят, обманут, ну, как-то вот тебя, пользуясь твоим незнанием обстановки, как-то вот, что называется, take advantage of you. Да, я, как бы, я не понаслышке тоже про такое знаю, потому что я в Сиэтле, я оставала, ну, как бы, я даже езжала. Расскажите, расскажите. Вот, и, как бы, там я жила с русской семьей, ну, буквально несколько месяцев, вот, и, как бы, ну, мне надо было где-то остановиться, и они, как бы, мои другие друзья нашли работу и вот через эту семью, вот, и я работала у них несколько месяцев. А, то есть вы жили там и работали у них нянечкой? Да, нянечкой у них еще был бизнес по клинингу, вот, и они мне предлагали, предложили, как бы, там тоже подрабатывать, вот, и я там подрабатывала, как бы, там, получала чаевые, там, от клиентов, как бы, у которых я работала, но... В клининге? Да, но, как оказалось, что, как бы, я должна была получать какую-то зарплату еще непосредственно от работодателя, вот, и, ну, как бы, мне, по сути, так ничего не платили. Нет, ну, Мишечка, вы так по скромности не спросили, или вы спросили, а вам сказали, перебьешься? Ну, мне сказали, как бы, что мы тебе даем, как бы, ну, время, чтобы тут установиться, как бы, что ты можешь пожить здесь, как бы, и, ну, потом, как бы, ты должна сама, как бы, думать, куда... Нет, ну, за работу, они говорили, что ты будешь помогать нам в уборке домов, а мы тебе сколько-то заплатили. Да, говорили. И не заплатили. Ну, как бы, я, конечно, поругалась немножко, там немножко, и потом заплатили, но, как-то, было тяжело это все. Пытались не заплатить. Да. Интересно. Бывает такое, я с этим согласна. Особенно вот... Я хочу сказать, друзья, что помимо того, что какая-то русскость там присутствует, значит, на самом деле, когда ты не имеешь разрешения на работу, а тебя берут куда-то подрабатывать, то зачастую тебе не заплатят не потому, что там они русскоязычные, и ты русскоязычные, а просто потому, что у тебя нет разрешения на работу, и многие люди боятся ходить жаловаться. Есть куда пойти жаловаться, они, может быть, не знают куда, даже если знают, может быть, они боятся, не дай бог, там депортируют или что-то такое произойдет. Поэтому многие люди берут вот таких, просто зная, что они им не заплатят, вот им должны в конце недели заплатить, а они там, до свидания, и пошел. То есть так тоже бывает, как бы в этом, это, в частности, связано с характером работы нелегальной, то есть ты, ну, как бы, не можешь ходить скандалить, там, кричать громко. Хотя можешь, на самом деле, можешь, но многие, как бы, боятся очень. А они запуганные, господи. Это да. Вы были запуганные? Да, особенно вот как, после того, как у меня работа, мой контракт закончился, и я так думала, что хочу, как бы, здесь оставаться, но, а понятие такого, а что делать, как бы, как, что, особо не было. У вас не было, когда вы ехали, мысли о том, что вы останетесь? То есть вы ехали посмотреть? Да, я ехала посмотреть, но в планах оставаться вообще не было, как бы, я думала... То есть просто случилось, как бы? Ну, да. Я как-то по себе, по-другому Америку представляла, и когда приехала сюда, мне как-то здесь так вообще... Думала, там, злые империалисты с клыками такими ходят. А с вами были откуда-то еще по work and travel мальчики, девочки, там, в бассейне в этом или рядом? Да. Они как? Уехали или остались, или как? Уехали многие, но остались несколько ребят еще, вот, как бы, с которыми я работала. Ну, в основном разъехались? Да, в основном, наверное, процентов 80, даже 90 все возвращаются. А вам удалось там что-то заработать, вот, или это просто для фана было больше? Ну, я думаю, если бы я работала просто лайфгардом, я бы, наверное, не особо много заработала, но я нашла еще подработку и работала тоже в ресторане там. Это как один большой комплекс, и там аквапарк, и рестораны, магазины, вот. Вот, и я там подрабатывала, как бы, и, ну, так, за лето заработала чуть-чуть, так, чтобы можно было первое время как-то переехать куда-то, там, установиться где-нибудь. С точки зрения, с точки зрения адаптации на новом месте, да, вот, еще продолжается сезон приема заявок, там, на грин-карт-лотерею, да, до 22-го числа, а сегодня у нас 16-ая, вот, еще неделю. Будет идти, и люди уже, знаете, которые заявки заполнили, они уже сидят и планируют, как они будут обустраиваться. Ну, допустим, значит, вот тем, кто выиграет реально и сможет приехать, чего бы вы им посоветовали такое вот сейчас, с учетом того, что они приедут, ну, в лучшем случае, через, там, скажем, ну, ну, не год даже, больше, ну, полтора года. Вот они через полтора года приедут. Что бы вы им посоветовали вот за эти полтора года сделать, подготовить, чтобы так легче вписаться в жизнь американскую? Я бы, наверное, посоветовала учить язык в первую очередь, потому что, как бы, это будет большой шок, если приехать сюда без какого-то минимального знания языка. А вот я тогда уточню немножко про язык. Все-таки учить язык в каком смысле? Потому что можно грамматику учить, грамматику учить, вот как там учат, да, вот грамматику учат, грамматику, а в итоге человек выходит, слово сказать не может. В каком смысле язык, чтобы что? Ну, смотреть фильмы, как бы, понимать вообще... Разговорную речь. Да, разговорную речь. Восприятие на слух. Восприятие на слух. Я бы, наверное, еще посоветовала смотреть какие-то вот фильмы такие, там, как жизнь вообще, какая в Америке, чтобы менталитет как-то побольше узнать людей. Потому что я сейчас уже так даже особо и не помню, какой у меня там менталитет в Украине был, но... Ну, конечно, никто не помнит. Итак, английский, мы поняли. Идем дальше. Что еще? Разговорный такой, да, бытовой. Ну, да. Так. Ну, я бы, наверное, интересовалась культурой, вот, американской культурой. Как бы, какие здесь вообще... Какое у людей понимание вообще жизни здесь? Ну, вот блогеры, например, вот, скажем, наш канал, если вы смотрите. В этом смысле есть какая-то польза? Или мне тут, знаете, один говорит, тут Анна Леонидовна была, как вы там назвали, солнечная блондинка-правдоруб. Вот. И говорят, мне не надо, там человек говорит этого, который живет в своей мечте. Вот давайте Анну Леонидовну, пусть она правду там... Правду рубит. Рубит, да, значит, вот то, что я там рассказываю, показываю, оно, оно, типа, оно, как бы, реально, или я что-то там перебираю как-то? Нет, все реально, абсолютно, как бы, все, что говорится на канале, все так и есть в жизни, как бы... То есть надо блогеров смотреть? Да. Я, я сама, как бы, я вот первое время, когда только приехала, вот смотрела канал, и мне как-то помогало больше осознать вообще, что за страна, как здесь. Кого еще смотрели? Я смотрела ваших студентов некоторые блоги. Это кто у нас там, Тань, генерал? Ширкин? Нет. Я смотрела девочка, у вас была два года назад, Настя, Анастасия. Да, да, конечно. Да, она прям вся, улыбается. Конечно, да, да, шикарная Анастасия, да. Потом Марину я смотрю, Марина Могилка, которая... Да, но она не студентка, так, подружка наша, да. А, вот смотрела ребят тоже из... Егор и Даша. Да, да. Вот они очень тоже такие позитивные. Да, они классные. А где они сейчас живут, кстати? В Сан-Диеве? Они в Сиэтле. В Сиэтле, да. Да, я тоже за ними. Да, да, потрясающая парочка, да, да, очень классно. Остается что-то в жизни, знаете, вот всякие Егоры с Дашами, там, еще что-то смотришь, так они так заполоняют собой Америку. Это да. Ну что же, хорошо. Так вот, итак, советы. Английский раз. Стараться лучше понять культуру, там, через, например, смотрение блогеров. А вот еще что-нибудь. Вот чтобы не влипать в какие-то ситуации идиотские, не выглядеть странным, каким-то неадекватным. Ну вот, бывает же такое, люди там, ну, по новизне могут что-нибудь чудить. Ну, я бы, наверное, сказала, что надо как-то, когда, к примеру, только сюда приехал, надо не слишком как бы показывать, кто вот я вот такой вот, я сюда приехал. Не выпендриваться. Не выпендриваться, да. Слушайте, а вот, вот Украина. Да. Там принято вот, знаете, понты. Вот, допустим, в Москве там много на понтах. А вот Украина? Да. Тоже, да? А что они, вот там, нарядилась или там, что вот, как понты проявляются? Ну да, как бы там, нарядиться, накраситься, показаться, какую-нибудь там машину купить, чтобы лучше, чем у соседа. В Америке есть понты вообще? Ну, в том смысле, как вот, допустим, там, в Украине. Так вот, такие понты есть? Не особо, но здесь тоже они присутствуют. Вот я бы, наверное, сказала, вот, среди как раз-таки иммигрантов есть такое. Но если вот прям американцы, американцы, то им как-то не особо это интересно. Я бы сказала им больше вот так, что у них в семье происходит, там, чем они занимаются, какие у них цели и видения. То есть они сфокусированы на себе, а не на том, чтобы произвести впечатление на кого-то. Да. А вот еще, возвращаясь к теме того, что здесь так душевно и так далее, я вот как-то в Киеве, мы были со Светой, там, года три с половиной назад, вот перед Майданом как раз. И мне бросилось в глаза, что вот когда по Киеву ходишь, то можно практически с любым человеком там поболтать. Вот как-то там стоит тетка, продает что-нибудь такое, и можно с теткой поболтать. Или стоит там девочка тоже что-нибудь там продает, раздает и так далее. С ними со всеми можно поболтать, и они довольно радостно общаются, так не реагируют болезненно, а так. Вот. А в этом вашем энергодаре, как там с этим? Ну, у нас такой городок, довольно-таки маленький, вот, и люди как бы, зависит, наверное, от людей. Все знают друг друга? Да, все знают друг друга. Это такое вот большое соседство. Окей, ну, то есть, не то, что там хамят или там как-то обижают друг друга? Нет. То есть, не мирная обстановка? Да. Ну, как бы, я бы сказала, у нас город такой, как бы, не сильно большой, и люди как бы все в основном друг друга знают, все знают, кто там из какой семьи. Вот, и не особо так прям, нет каких-то там, не знаю, революционных движений, кто за что. То есть, спокойно все. Да. Хорошо. Ну, просто я к тому, что вы оттуда приехали в Америку, и вы почувствовали сразу, что вы как бы вот всю жизнь там должны были бы жить именно в Вискансине. Нет. А в Нью-Йорке? Ну, да, в Вискансине я, мне не особо там как-то понравилось, я вот как-то так, не знаю, думала как-то по-другому это все будет, но я так смотрела на то, как люди живут, и мне нравилась вот стиль жизни у людей, что как-то все так спокойно, размеренно, как-то живут себе люди, радуются жизни. Ну, хорошо, ладно, друзья, значит, вот, вот вам Майя, так, Майечка, у меня к вам просьба будет, вы, когда видео выйдет, вы там в комментариях отвечайте. Хорошо. Вот у нас пару дней назад была Олеся, и Олеся активно включилась, вот там, ну, ей хороший комментарий таким целым пишут, но она так активно включилась, там всем отвечает, вот, так же вы тоже включайтесь. Хорошо, буду отвечать вам. Вот, потому что вас что-нибудь спросят, там скажут, может, подружка есть, подружки познакомились там. Есть. Все, друзья, подружки есть, вы видите вот, значит, направление мысли, очень скромное, подружки тоже скромные? Нет, у меня подружка вот одна, тоже блогер, но она замужем уже. Мы ее знаем? Нет, она в Нью-Йорке. Так, ну, давайте промоушен сделаем, какой канал у нее? Нет, она как контент-блогер, она в Инстаграме вот у нее. А, я понял, она не на Ютубе. Нет. То есть, ваши подружки там остались? Ну, да. Ладно, друзья, в общем, задавайте вопросы, если у кого есть, мальчик вам там ответит. Маме... Маме привет. Маме привет. И папе привет. И папе привет, и братику привет. Братик и жена есть? Нет. Еще в процессе. О, вот растишь, растишь. Да, ладно, и тогда, друзья, до новых встреч. Значит, вашей правой рукой, а моей левой. Мы так машем и говорим пока. Давайте. Пока. Пока.